Подростка Евгения Шуршилина, который утром 22 октября ушел в школу и не вернулся, этой ночью искали порядка 200 человек. Это добровольцы из Берска и Новосибирска. 23 октября в 6 вечера волонтеры отряда «Лиза Алерт» объявили активный сбор добровольцев на поиски 14-летнего Евгения Шуршилина. К штабу возле торгового центра «Орбита» вышло около 200 человек. Добровольцы работали в Берске. Жилой сектор микрорайона Белокаменного, Раздольный, Кирзавод, СНТ «Чайка». После 18.00 были организованы широкомасштабные поиски на местности. Мы просматривали территорию, прилегающую к месту проживания, к месту учебы мальчика. Вчера была проведена массовая оклейка города ориентировками. Отрабатывались места общего пользования, торговые центры, точки общепита, места массового скопления людей. В районе четырех часов утра поиски были завершены. Результатов они не принесли. На сегодняшний день местонахождение школьника по-прежнему неизвестно. Сегодня утром мы провели анализ проведенных работ поисковых совместно с правоохранительными органами, представителями главка. Поставили новое направление работы. Сегодня утром уже несколькими экипажами были отработаны автономные задачи здесь, в городе Новосибирске. Также сейчас ребята находятся на отработке задачи в Берске. Поиски продолжаются. О повторном выходе на местность будет сообщено дополнительно в социальной сети ВКонтакте в группе «Лиза Алерт Новосибирск». В Новосибирской области возбуждено уголовное дело по факту безвестного исчезновения несовершеннолетнего берчанина. Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело, цитирую, по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьей 105 УК РФ «Убийство». В Берск направлены следователи-криминалисты Следственного комитета России по Новосибирской области для оказания практической помощи в расследовании уголовного дела. Допрашиваются родственники, знакомые и одноклассники несовершеннолетнего, анализируется информация о личности Евгения и его окружении. Расследование уголовного дела продолжается. Розыск 14-летнего Евгения Шуршилина продолжается. Его приметы – рост 170-175 сантиметров, худощавое телосложение, волосы, темно-русые глаза карие. В день исчезновения он был одет в черную куртку с красной вставкой болотного цвета штаны, черные ботинки и серую шапку. С собой был серый рюкзак. Все, у кого есть информация о подростке или кому известно о его местонахождении, могут сообщить информацию отцу пропавшего школьника Алексею Шуршилину по телефону 8-913-935-4507. Любая информация может помочь в розыске. Телефоны уголовный розыск МВД 8-953-887-79-11. Дежурная часть 112. Поисковый отряд «Лиза-Алерт-Новосибирск» 8-800-754-52.